Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. Произошло это после разнообразных включений и выключений северного потока, разных плясок на костях и прочего, прочего, прочего. Между тем, заказные журналисты говорят, что, сейчас я грязно выражусь, Путин не даст поставить Россию на колени и что Россию не удастся изолировать. Говорят это устами Дивельт, немецкой же информационной службы, и говорит это некий Жак Шустер. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд, друзья, в этом я нуждаюсь. Вот, и хочу вам сказать, что вот этот Дивельт уже не в первый, и не во второй, и не в третий раз, мною лично замечено, как средство массовой информации, германское, очень крутое, супер известное, которое, как это сейчас модно говорить, топит за обнуленнейшего. Вот, и, к слову, с этим Дивельт связана история, потому что именно Дивельт брала на работу Марину Овсянникову, опальную журналистку Первого канала с непростой судьбой. Ну да ладно. Так вот, удастся ли изолировать Россию миру? Нет. У России огромные границы, наверное, самые протяженные в мире. И Россия обладает огромными природными запасами, в том числе и сельскохозяйственными, и нефтью, и газом, и так далее, которые нужны миру. Мир не хочет изоляции России. Между тем, сама Российская Федерация сегодня объявила Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию недружественными странами. Как минимум три из этих стран православные. Однако они стали недружественными. Между тем, как Россия приняла участие в сепаратных переговорах с Украиной, модератором была Турция, на территории Турции, по продажам зерна. Украинского зерна. Нормально так, да, вписались украинским зерном торговать. Но самое интересное, не то, что РФ вписалась в торговлю украинским зерном, а в то, что модератором этой торговли стала Турция. Вот. Уважаемые ненавистники маленькой страны на Средиземном море, хочу вам сказать, что большой, наибольший интересант во всем происходящем в Украине, это не эта маленькая страна, а как раз Турция и есть. Потому что Турция стоит над схваткой, Турция имеет дивиденды, Турция модерирует продажу зерна Украины, и я думаю, и Россия тоже будет модерировать. И вот чьи уши, собственно, и торчат. Что ж, напоследок, хочу сказать, друзья, что вот это вот муниципальный депутат из Новосибирска Хельга Пирогова, которую оштрафовали, ну, за несколько дебильный пост, который она опубликовала про павших солдат, ну, что-то там она такое, я цитировать не буду, потому что я деталей не знаю. Так вот, против нее возбудили уже уголовное дело, между тем, как Хельга Пирогова находится на четвертом месяце беременности. И вот этот вот глупый пост можно было бы просто списать на какой-нибудь токсикоз беременной женщины, но нет, с ней разберутся, с пролетарской жестокостью. Вот так вот, мы же своих не бросаем, и в аду найдем, и остатки существования испортим. Знаете, вот такие дела. Меня поражает, что вот просто за слова, за слова, которые на самом деле никакого никому вреда не доставляют, за слова, которые тут же удалены, эти людоеды, как гарпии, несутся и жрут. Несутся и жрут. Вот теперь беременную женщину. Колкера вам мало, которого вы в СИЗО полумертвого привезли? Упыри, твари. Привезли, и он там умер. Вам мало, теперь надо еще беременную, да? Давайте. Вот такие дела. Россию не удастся изолировать. Потому что Россия, РФ вернее, ее руководство, само пытается сделать из двухбуквенной аббревиатуры, четырехбуквенной, что-то вроде КНДР. Вот так вот. Такие дела. Это все очень-очень имущественно. Друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Пока что барахтаюсь и тружусь. Хотя, конечно, давление ощущается и все. Упыри снабжены перепончатыми черными крыльями. И они соберут свои манатки и свалят на авиаотряде России. Но запомните главное. Упыри сгинут. А слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия ненадежный поставщик газа останутся. Останутся очень надолго. Черной меткой. Это здесь, в Арафистане, репутация не значит ничего. Плевок на собянинской плитке. А в Европе память длинная. И репутация остается надолго. Навсегда. И знаете, гниет эта Европа уже сотни лет и ничего. А у нас все гораздо быстрее и увлекательнее.